Еще один короткий обзорный тур. Сегодня 22 мая. Мокрая, но солнечная погода. Деревня в стройке. Пойду проеду в сторону усадьбы и назад. Сделаны новые дороги, сделаны новые обочины. Насыпана куча разного гравия на дорожку, которая ведет напрямую к усадьбе. Не разгонешься. По логике они ее должны хотя бы вот до сюда заасфальтировать. А дальше она скорее всего в исходнике не была асфальтовая. Хотя вот здесь немножко асфальта все-таки есть. Она скорее всего была покрыта камнем, щебнем. Ну такая рожка легкая. Кто-то затевает стройку. Это хорошо. Продолжение следует... Конечно, эту дорожку надо реставрировать. И скорее всего я как-то реставрирую к празднику. Но пока она вот такая лесо-травяная. Хочется лететь по лужам, чтобы не быть грязным. Поэтому смотрю, как потихонечку проехать. Мостик через реку Рожок. Хотя нет, это не через Рожок, это через ручей, который впадает в Рожок. Если даже ручей такой водянистый, то что удивляться, что Рожок считается, в общем-то, нормальной рекой. А Красный Рог считается нормальной. Интересно, чем они руководствовались? Когда выбирали места для усадеб. Если разобраться с точки зрения красоты панорамы, то в этой усадьбе нет особой панорамы вокруг. Усадьба как усадьба в лесопарке. Нет каких-то открытых видов, пространств, красоты. Это всегда нужным, как мне кажется. Испокон веков усадьбы строились на каких-то склонах, спусках к воде. Может, даже если эта вода была мелкая, своя, самодельная, типа пруда. Но вода должна быть обязательно. Здесь же вода рожка используется на купальне, на других таких местах. Но с усадьбы ее не видно. А это значит, что ее и не будет. Здесь уже хорошо надели с черным. Верного. Верного. Сё-менш. Продолжение следует...